МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она уже достаточно ветхая, то есть памятнику много лет, и поэтому пришлось над ней потрудиться серьезно. Но в целом ребята наши справились, думаю, достаточно достойно эту работу выполнили. Поэтому памятник на сегодняшний день находится в полной готовности. Кроме того, сотрудники МБУ покрасили ограждение и опоры освещения, точечно переложили брусчатку, рано утром посадили бегонии. К торжественному возложению цветов мемориал готов. А оно, несмотря на пандемию коронавируса, все-таки состоится. Сейчас здесь тихо и поют птицы. А в 41-м году в здании неподалеку располагался полевой госпиталь. В братской могиле хоронили умерших от ран красноармейцев. Мы с вами можем видеть здесь оригинальную доску, которая была нацарапана гвоздем, как говорят старожилы, в окопах красноармейцами. Она посвящена двум разведчикам, Ягонсону и Колесникову. 24 ноября 41-го года в составе группы 12 человек они выдвинулись на захват языка и в районе деревни Новая Александровка, которая находится неподалеку от Звенигорода, были окружены немцами и приняли бой. Разведчики Александр Ягонсон и Андрей Колесников отвлекли противника на себя. Они бились до последнего патрона. А чтобы не попасть в плен, подорвали себя гранатами. Благодаря их самоотверженному подвигу группа не только благополучно вернулась в расположение части, но и доставила туда пленных немцев. Это захоронение для нас имеет большое значение. Мы с особым усердием здесь старались, восстановили этот памятник. Были выполнены работы также по штукатуриванию, по покраске, по посадке цветов. Здесь лестница, которая ведет к этому захоронению, тоже была немного отреставрирована. День Великой Победы мемориал из Звенигорода встретят в полном порядке. Впрочем, за их состоянием сотрудники местного МБУ следят не только накануне праздников. Дань памяти павшим воинам они отдают круглогодично. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».